Тема 3. Информационно-энергетическое влияние пищи на организм человека. Современная наука относится к пище пока только с позиции качественного состава и сколько энергии при сжигании она даст. Можно поражаться, насколько современное учение питания и пищи сузили наш взгляд на этот вопрос. Древние мудрецы гораздо шире смотрели на пищу и на то, что она вносит в наш организм. Их не интересовали белки и углеводы, а также сколько калорий она дает при сжигании. Их в первую очередь интересовала та информация и энергия, которая влияла на организм. Именно это качество пищи использовалось в первую очередь, когда они говорили как о лекарстве. Открытие физиками квантовых полей энергии, лежащих в основе физического вещества, позволили понять древнее учение об энергетическом влиянии пищи на организм человека, но его до сих пор не используют. Чтобы лучше разобраться в этом непростом, но жизненно важном вопросе, напомним вам, как вообще образуется любое вещество, а следовательно и пища. Начнем с конца. Чтобы прийти к началу, мы имеем с вами какое-то пищевое вещество. Оно состоит из молекул. Молекулы состоят из атомов. Атомы состоят из элементарных частиц электронов, протонов и так далее. Но это современный взгляд. Элементарные частицы состоят из квантов, образований занимающих нечто среднее между энергией и частицей. Кванты лежат в основе энергетических полей. Из них образуются элементарные частицы. Это тоже такой взгляд современный. Насколько на самом деле это правда? Организм человека в своей первооснове имеет квантово-полевой шаблон, который дает прообраз физическому телу человека. Квантовые поля той или иной структуры дают основу тому или иному органу, функции, структуре вещества. Пусть это вас не удивляет. Особая структура, форма и цвет, например, печени. В ее основе лежат особые квантовые поля, которые должны выполнять соответствующие функции. В основе сердца другое квантовое поле и соответственно другие функции. Точно так же дело обстоит с любым другим органом и тканью человеческого организма. Разница в их цвете, структуре и так далее. Все это определяется соответствующим квантовым полем. Древние диетологи учитывали вкус пищи, силу воздействия пищи на организм, форму и консистенцию продукта, цвет пищи, информацию заключенную в продукте под влиянием, и это очень важно, климата и места произрастания, изменение свойств продукта в результате термических и других обработок. Знание всех этих особенностей позволило им использовать пищу как лекарство. А лекарство как пищу. Вот еще одна важнейшая информационно-энергетическая функция питания. Ввод любой пищи в организм человека – это введение определенных квантовых полей, которые могут подпитывать, укреплять квантовые поля, родственных с ним органов, выравнивать ослабленные функции и тому подобное. С помощью питания, содержащего те или иные квантовые поля, мы можем успешно лечить, укреплять ослабленные функции и органы, даже омолаживать организм. Что не говори, а древние мудрецы смотрели в корень проблемы. Попробуем заглянуть туда и мы. Первое. Рекомендации, основанные на качествах продуктов. В любом продукте питания находятся свои квантовые поля, которые при поглощении их человеком многогранно воздействуют на его организм. Разберем их действия. Вкус пищи. Вкус пищи говорит об особых свойствах энергии, заложенных в ней. Язык, как орган вкуса, позволяет нам распознать эту энергию. Энергия, заложенная в продукте, может благотворно влиять на нашу жизнедеятельность, особенно когда энергии данного вида в организме не хватает. И наоборот, угнетать жизнедеятельность при ее переизбытке. Классическая аюрведа различает шесть основных вкусов. Сладкий, кислый, соленый, горький, жгучий и вяжущий. Эти вкусы по-разному действуют на три основополагающих жизненных принципа, лежащих в основе работы человеческого организма. К ним относятся слизь, руководить построением и крепостью физического тела. Это материальная часть организма и его гормональная система. Желчь обеспечивает обогрев, пищеварение, иммунитет организма. Прошу обратить внимание, иммунитет организма. И делайте отсюда все соответствующие выводы. Зрение и умственные способности. Ветер поддерживает все циркуляторные и ритмические процессы в организме. То есть все, что связано с движением. Это перемешивание содержимого в клетках, ток крови, перистальтику в кишечнике, наступление месячных, быстроту соображения человека, быстроту полового акта, ну и многих-многих других вещей. Эти же жизненные принципы можно разобрать с учетом энергетических составляющих, что и сделано в других моих книгах. Сладкий вкус наиболее силен по лечебной силе, укрепляет, увеличивает силы тела, способствует пищеварению, обладает небольшой теплотворной способностью. Сладкое способствует заживлению ран, проясняет органы чувств, способствует долголетию. Продукты, обладающие сладким вкусом, полезны детям, старикам и ослабленным людям. Другими словами, он стимулирует жизненный принцип слизи. Чрезмерное употребление продуктов, обладающих сладким вкусом, вредно, приводит к ожирению, жировикам и болезням мочи. Кислый вкус обладает освежающим действием, возбуждает аппетит, способствует измельчению и перевариванию пищи, способствует задержке жидкости в организме, открывает закупорки и делает проходимым кишечник. Чрезмерное употребление кислых продуктов вызывает слабость, головокружение, отеки, лихорадочное состояние. Соленый вкус обладает очищающими свойствами, удаляет затвердевший кал и скопившиеся газы, очищает закупорившиеся кровеносные сосуды, удаляет плесень, поддерживает аппетит, вызывает выделение слюны и желудочных соков, холодным продуктам придает разогревающий организм свойства. Другими словами, он стимулирует жизненный принцип желчи в основном и ветром в частности. Чрезмерное употребление соленых продуктов ведет к выпадению волос, преждевременной седине, морщинам, болезням, порожденными перевозбуждением жизненного принципа желчи. Горький вкус улучшает пищеварение и аппетит, согревает тело и стимулирует выход жидкости из него. Раскрывает сосуды, обладает разреживающими и растворяющими свойствами, увеличивает циркуляторные процессы в организме, способствует очищению полостей тела, особенно легких, помогает при отравлении, обмороках, лихорадочных состояниях, проясняет сознание. Чрезмерное употребление горьких продуктов истощает организм, порождая болезни, связанные с перевозбуждением жизненного принципа ветря, то есть высушивает организм и охлаждает его. Жгучий вкус сильнее других стимулирует теплотворные способности организма, поднимает аппетит, полезен при болезнях горла, заживляет раны и тяжелые кожные нарывы. Чрезмерное употребление продуктов жгучего вкуса отрицательно сказывается на работе половой функции, приводит к морщинам, обморокам, болям в спине и пояснице. Вяжущий вкус обладает высушивающими свойствами, сушит гной, кровь, желсть, заживляет раны, улучшает цвет кожи, сильно охлаждает, чрезмерное употребление продуктов вяжущего вкуса обезвоживает и охлаждает организм, порождая болезни, свойственные перевозбуждению жизненному принципу ветра, то есть сухость и холод в организме или в какой-то его части. Эти шесть вкусов усваиваются организмом в ротовой полости и действуют немедленно на квантовые поля организма. Если они подпитывают ослабленные, то эта пища по вкусу нам нравится и нам ее хочется еще. И наоборот, если она вызывает еще больше разбаланс, то как бы она не была хороша, нам ее не хочется кушать. После того, как пища пройдет пищеварительный тракт, ее вкус меняется, так продукты сладкого и соленого вкуса становятся сладкими, кисло-кислым, горькое, вяжущее и жгучее горьким. Таким образом, из шести первичных вкусов в организме образуются три вторичных. Это говорит о том, что оставшиеся квантовые поля пищи усваиваются проходя через желудок и кишечник. Продукты, образующие вторичный сладкий вкус, способствуют укреплению, наращиванию массы тела. Избыток сладкого порождает слизь, ожирение и понижение теплотворных способностей организма. На интеллектуальном уровне это выражается в безразличии и апатии. Продукты, образующие вторичный кислый вкус, способствуют повышению теплотворной, интеллектуальной и пищеварительной способности организма. Избыток кислого вкуса ухудшает состав крови, приводит к язвам, кожным раздражениям и сжоге. Человек делается легко раздражимым и вспыльчивым. Кстати, кислый вкус влияет и на защитные функции организма, то есть повышает иммунитет. Но все должно быть в меру. Продукты, образующие вторичный горький вкус, способствуют очищению организма, стимуляции жизненных процессов и ведут к понижению массы тела. Избыток горького вкуса может истощить силы тела, обезводит организм. На психическом уровне это приводит к частому появлению беспричинного страха, напрасным волнением. Добавим к классической аюрведической схеме еще два вкуса. Терпкий, похожий на вяжущий. Он сгущает соки и охлаждает. Бесвкусный. Он увлажняет, размягчает и расслабляет. А теперь посмотрим, чего можно добиться, используя эту информацию. Рекомендации, основанные на вкусах пищи. Первое. Вы желаете добиться увеличения телесной теплоты. Для этого в одной трапезе лучше всего использовать продукты, содержащие А. Жгучий, кислый вкус. Либо Б. Кислый, соленый. Сочетание вкусов А, помимо увеличения теплоты тела, будет способствовать уменьшению массы тела. В случае Б, наоборот, большему набору массы. И это в основном масса будет набираться в виде воды. Второе. Если вы желаете увеличить легкость организма, то есть сбросить лишнее кило, стать подвижнее, используйте следующие вкусы. Горький, жгучий. Б. Кислый, жгучий. При этом в варианте А. Будет удаляться слизь из тела. Б. Происходит увеличение теплотворной способности организма. Возрастает иммунитет. Улучшается пищеварение. Интеллектуальные способности. То есть возрастает, так сказать, острота восприятия и работы ума. Третье. Если вы желаете увеличить сухость в теле, удалить слизь, мокроты, используйте продукты со следующими вкусами. А. Горький, вяжущий. Б. Жгучий, вяжущий. В. Жгучий, горький. При том в варианте А. Вместе с сухостью будут увеличиваться холодные качества, что хорошо для лета. В двух последних, наоборот, прибавится теплоты в организме, что хорошо для холодного времени года, либо для тех, кто постоянно мерзнет. Четвертое. Если желаете остудить организм, используйте продукты с А. Сладким вкусом, либо Б. Горьким вяжущим. В первом случае вы можете поправиться, а во втором сбросить лишнее. Пятое. Если желаете поправиться, то есть стать тяжелее, маслянистее, используйте продукты с А. Соленым сладким вкусом, либо Б. Сладким кислым. В случае А. Вы можете набрать в основном жировую ткань, а в случае Б. Нарастить мышцы. Если вы чувствуете себя нормально, то в ежедневной трапезе старайтесь потреблять продукты, содержащие все шесть вкусов, не давая предпочтения ни одному из них. Такое потребление пищи будет гармонично стимулирует вашу энергетику. Кулинарная обработка в некоторых случаях может менять вкус продукта. Например, первоначальный вкус лука жгучий, а после тушения или варки он приобретает сладкий вкус. Помните об этом. Сладкий, кислый и соленый вкус оказывают на организм в основном анаболитическое действие, то есть действие, способствующее увеличению массы тела. Горький, вяжущий и жгучий катаболическое, то есть способствует уменьшению массы тела. Пища, в которой преобладает горький и жгучий вкус, способствует поднятию энергии организма вверх. Это хорошо используют лицам с пониженным кровяным давлением, страдающим, плохой циркуляцией крови в сосудах головного мозга. Подобную пищу хорошо применять и как рвотная, для очищения организма от слизи, особенно в легких и в желудке. Пища, обладающая сладкими солеными вкусами, направляет энергию организма вниз. Отсюда подобная пища, ну типа там, допустим, приправлена особенно морской капустой, является хорошим, естественным, слабительным. Если пища кислого вкуса способствует проходимости кишечника, то вяжущий вкус, наоборот, вызывает спазмы пищевода и кишок и делает кишечник малопроходимым. Пример. Я врач-терапевт. Мне 38 лет. У меня первый рот в сознании о принципах лечения идет давно, с 1988 года, когда впервые прочитал Поля Брега и тоже начал экспериментировать на себе, а затем с 1993 года ваши книги. Согласна с вами во всем. Лекарства только для оказания первой помощи, не более. На раздельном питании уже три года, периодически голодание, очищение кишечника, три раза чистила печень, суставы, пока чувствуешь себя здоровой, уже не помню, когда болела. Таблица действия вкусов на человеческий организм. Это вы посмотрите самостоятельно для того, чтобы работать с продуктами. Как действуют сладости, бобовые и так далее. Таблица большая. Овощи. Как она действует. Там, допустим, та же свекла, перец болгарский, травы и специи. Отличнейшая таблица. Такая, знаете, очень нужная для тех, кто по-настоящему хочет собственного оздоровления. А мы тем временем движемся дальше. Животные продукты в основном это виды мяса. Говядина, свинина, баранина, куры, утки, яйца, желтки и белки. И рыба обладает сильным первичным и вторичным вкусом, согревающим организм. Умеренно стимулирует слизь и желчь, также умеренно подавляет ветер. Чем более жирнее мясо, тем больше оно подавляет ветер и стимулирует слизь. Отчасти стимулируется и желчь. И наоборот, чем обезжиреннее, суше и жилистее мясо, тем сильнее оно стимулирует ветер и подавляет слизь и желчь. Что касается мясных бульонов и отваров, то они стимулируют слизь и подавляют ветер. Принимаемые в горячем виде стимулируют желчь, а в холодном подавляет. То есть, это информация, которая дана к этой же таблице. Там разбиралось в основном растительные продукты, а это вот как раз разобраны животные продукты. Форма и консистенция. С открытием физикой квантовой реальности за каждым материальным объектом стало ясно значение формы и консистенции. Проще говоря, за каждым материальным объектом стоит тонкоматериальная сила, которая на уровне квантов придает им тот вид и так далее, который они имеют. Изменение характеристик этого уровня ведет к изменению видимых свойств предметов. Естественно, это касается продуктов питания. Отсюда вытекают интересные теоретические соображения, подкрепленные жизненным опытом. Если в каком-то органе человека не хватает своих тонкоматериальных свойств, то заимства таковые у растения или животного можно их восстановить. Исходя из этого, древними и были предложены следующие классификации. Первое. Соответствие частей растений органам человека. Корень, полюс, произрождение, желудок растения. Ствол соответствует спинному мозгу. Ветви соответствуют нервам. Листья легким. Цветы, локализация, избытка силы. В основном это межтонахождение органов воспроизводства. Хралофил крови. Сок соответствует энергии, циркулирующей по нервам и превращающиеся в импульсы мозга, семя и другие ткани. Семена, особенно в период произрастания, соответствуют духовной энергии. Шень по-китайски или кундалини в индийской философии. Второй части растения и излечимые болезни. Корни излечивают болезни костей, ствол, мясо, ветви сосудов и жил. Кора кожи, листья излечивают болезни полых органов, желудок, желчный пузырь, тонкая и толстая кишка, мочевой пузырь и семенники. Цветы органов чувств, плоды плотных органов, сердце, легкие, печень, селезенка и почки. Третье. Распределение положительной и отрицательной энергии. Вершина растения заряжена положительно, а корни отрицательно. Часть растений около самой земли обладает уравновешивающими свойствами. То есть это место стыковки положительного и отрицательного заряда. Плод заряжен положительно, а клубни отрицательно. В самом плоде сторона черешка заряжена отрицательно, а сторона цветка положительно. Аналогия с животными еще проще. Сердце соответствует сердцу, печень, печень и половой член таковому человеку и так далее. Если более подробно говорить о свойствах и консистенции продуктов, то легкость, резкость, жесткость, сухость, подвижность, рассеивающая и ясная будет способствовать приданию организма легкости, подвижности, уменьшению веса. Легкость, маслянистость, влажность, текучесть, проницаемость, обладающие резким запахом и острое, способствуют увеличению теплотворных, пищеварительных и интеллектуальных способностей. Тяжесть, маслянистость, густота, клейкость, подвижность, медленность и мутность будут способствовать укреплению тела, стимулировать гормональную систему. Естественно, перенасыщение организма продуктами первой группы обезводит тело, второй испортит кров, третий ослезнит, все должно быть в меру. Рекомендации, основанные на форме и консистенции пищи. Первое. Восстановление клеточной ткани почки за час до посещения парилки или сауны съесть от 50 до 100 граммов сваренной почки животного. Лучше свиной, так как квантовые поля и состав микроэлементов свиной почки ближе к человеческим. А за 10-15 минут до входа в парилку выпить от половины до одного стакана патагонного кваса или чая. Если кожа плохо потеет, то и следует обмыть чаем из багульника. Патагонный квас делается так. На 3 литра чистой воды взять 1-2 стакана малины, можно варенье, 1 стакан сахара, 1 чайную ложку сметаны. Все содержится и бродит с доступом кислорода в течение 10-15 дней. Этот квас также выводит радионуклеотиды. Он содержит среду, с которой радионуклеотиды стремятся соединиться, образуя при этом сульфиды. Те же, в свою очередь, способствуют потовыделению, так как не держатся в организме. Квас пить перед парной. Патагонный чай готовится так. В одном стакане воды кипятят 1-3 минуты 1 столовую ложку корней багульника или 2 столовые ложки листьев березы. Можно использовать цвет липы или бузины. Механизм восстановления клеточного обмена почек таком. При хорошем потовыделении почки отдыхают. Жар парилки стимулирует клеточный обмен, а в крови содержатся вещества, аналогичные почкам, плюс квантовый уровень почки животного. В сумме все эти факторы способствуют мощному восстанавливающему эффекту. Потовыделение рекомендуется поддерживать как можно дольше. Поэтому не прерывайте его обмыванием под душем, купанием в бассейне. Оставайте медленно и только после прекращения потовыделения сполосните тело теплой водой. Второе. Восстановление клеточной массы печени. Методика примерно такая же, что и вышеописана, но имеются различия. Перед парной съедаете от 10 до 100 граммов в свиной печени. Далее принимайте патагонный чай и сильно пропотеваете в парной. После сильного потовыделения вытирайтесь насухо и смазывайте кожу молочной сывороткой, смешанной с медом или подкожным свиным салом или рыбьим жиром. Кожа все тут же, все впитает. В это время печень отдыхает, организм использует питание через кожу, как во внутриутробной стадии. После этого выпивайте 1 стакан отвара плодов шиповника от 50 до 80 ягод на 3 литра воды. Через 15-20 минут после кормления организма через кожу следует вымыться теплой водой. Печень восстанавливается медленнее почек. Потребуется трижды в день проделывать вышеописанную процедуру в течение двух месяцев. Третье восстановление клеточной массы сердца. За час до посещения парной съешьте от 50 до 100 граммов сваренного сердца животного. За 15 минут до входа в парную выпейте сердечный квас, который приготовляется так. на 3 литра чистой воды 1 стакан серого желтушника или адониса, ландыша, строфанта, шалфея, то есть чего-то одного. 1 стакан сахара, 1 чайная ложка сметаны. Все это брудит в тепле в течение двух недель. Разовая доза кваса около полстакана. После приема парной пусть массажист сделает вам общий массаж. Во время массажа сердце отдыхает. 10-20 подобных процедур значительно усилят ваше сердце. Дополнительная рекомендация по восстановлению сердца следующая. Ежедневно употребляйте 0,1 грамм порошка серого желтушника. Горечь этой травы стимулирует выработку поджелудочной железой инсулина, который, расщепляя сложные жиры сахар, обеспечивает питание сердца. В этот период избегайте жареных растительных жиров. Желательно вышеуказанные процедуры выполнять во время биоритмологической активности соответствующих органов. Во-первых, подберите активность годовую, во-вторых, лунную и в-третьих, суточную. Вся информация об этом содержится в разделе биоритмологии в книге основы здоровья или целительной силы. Четвертое. Восстановление и усиление половой потенции. Вот древнекитайское наставление по поднятию половой потенции с помощью питания, в которой заключена квантовая информация о половой функции. Император спросил просветленного, то есть у человека, получившего интуитивное знание. Почему люди толстеют, темнеют, а их лица приобретают травянисто-зеленый оттенок? Как стать красивым и молодым, сохранить половое желание и свежесть? Просветленный ответил, пусть господин обратит внимание на то, как питается гусеница. Когда она поест траву, то становится травянисто-зеленая, когда есть желтое, делается желтое. Господин всегда таков, какова его пища, и в соответствии с этим он меняет пять красок своего лица, зеленую, черную, белую, красную, желтую. Господину необходимо чаще потреблять продукты женского, начало инь, фрукты и овощи, водянистые и прохладные. Добавлять к этому вытяжки из кипариса. Питаясь коровьим молоком, половыми членами животных или отварами из их текстикул, яйца быков, лошадей, свиней, кроликов и так далее, можно отдалить старость, вернуть цвет кожи и обрести способность многократно совокупляться с женщинами. Неплохо к тому же добавить в пищу и яйца птиц, например, яйца весенних пернатых. У них весной много половой энергии, не лишний в рационе петухи, ведь именно они обладают текстикулами. Коли сумеешь питаться таким образом восстановишь свой яшмовый сундучок, имеется ввиду мошонка с яйцами, и крепость нефритового стержня, то есть полового члена, будет столь велика, что всегда сумеешь проникнуть в нефритовую щель, то есть влагалище. Твоя потенция усилится, и ты в любой момент сможешь следовать своим естественным желаниям. Если стержень по-прежнему не может воспринять, добавь в пищу пшеничную кашицу из проросшей пшеницы имеется ввиду, смешанную с птичьими яйцами, тогда и сумеешь предотвратить умирание полового члена. Для того, чтобы максимально была сохранена квантовая энергия половых членов, и животных и желательно не варить или жарить, а высушить нарезанными на мелкие кусочки. Употреблять подобный кусочек или перемолоть перед употреблением и посыпать какой-либо продукт. Например, волшебными свойствами обладает высушенный член быка. Им посыпают яйцо в смятку. Приобрести четыре штуки любого вида яичек бычьих, свиных, бараний, жеребьиных, нарезать их тонкими ломтиками и высушить на салфетке в духовке при температуре не более сорока градусов Цельсия. Есть по одному кусочку в день. Либо перемолоть на мясорубке сушеные куски, смешать их с топленым маслом, сделать шарики по два сантиметра в диаметре, принимать по одному шарику три-четыре раза в неделю. КОНЕЦИЯ